Хостомедиовый регата Если ухаживать за хостомедиовый регатой правильно, то она в течение всего сезона будет радовать взор своим видом. Это растение способно быть украшением любого сада, террасы или клумбы. Статья расскажет более подробно о том, что это за растение и каковы правила ухода за ним. История Хостомедиовый регата – это многолетнее растение, которое относится к семейству лилейных. Хостомедиовый регата была выведена в 1930 году и сразу приобрела широкую популярность во всем мире. Еще одна ее особенность – раннее цветение. Название сорта своим происхождением обязана красивой расцветке листьев. Особенности сорта Корневище у этого вида утолщенное. Из него выходит большое количество длинных тонких корней. Корни хорошо приспособлены к росту во влажной почве. Хостомедиовый регата Согласно описанию, хостаундулата медиовый регата имеет воронковидные цветки, которые по внешнему виду похожи на лилии. Все цветы куста выходят из одного корневища, при этом различаются формой, размерами и расцветкой. Некоторые листья по размеру не превосходят спичку, другие могут вырасти даже до полуметровой величины. Основные цвета – различные оттенки зеленого цвета и серо-голубой. Хоста волнистая медиовый регата – это сорт, важными особенностями которого является неприхотливость к уходу и высокая адаптивность к условиям проживания. Важно! Большинство заболеваний травяных растений не опасно для хоста медиового регаты. Окраска у этого растения приятная. Листья хоста по краям светло-зеленые, в центре – белые. Цветки имеют синеватую или светло-фиолетовую расцветку, величину 5 см. Длина цветоносных стеблей может достигать 80 см. Хоста андулата способна расти на одном месте в течение не менее, чем 10 лет. Агротехника выращивания. Это растение способно хорошо расти на различных видах почв. Однако хоста андулата предпочитает рыхлые с умеренным увлажнением, которое сочетается со слабой кислотностью. При этом суглинок и песок для них нежелательны. Когда осуществляется посадка растения, нужно учесть, какая на этом месте освещенность. Наилучший вариант для цветка будет зависеть от цвета листьев. Если они имеют ярко-зеленый цвет, лучшим выбором может быть хорошая освещенность. В том случае, когда листья имеют серо-голубой цвет, им больше подойдет, когда солнечный свет будет падать на них не дольше двух часов в день. Важно! Нежелательно, если в месте, где будет расти хоста волнистая медиовая ригота, будут сквозняки. Подкормка растению необходима. Нужда в ней возрастает, если оно растет на небогатой полезными веществами почве. Для этой цели подойдут минеральные удобрения, компост, перегной, торф. Готовить почву для посадки нужно осенью. На участок, который предназначен для посадки хосты, нужно положить 10 см слой органических удобрений. После этого рекомендуется вскопать землю. Делать это нужно на глубину штыка лопаты. Высаживают растения в грунт весной. Выбирают расстояние между лунками, в соответствии с тем, насколько велико это растение. Для больших кустов хосты медиовая риготы хорошим выбором будет расстояние равное 80-100 см. Саженец при посадке помещает в лунку глубиной не более 3 см. Нужно уделить особое внимание корням, их нужно аккуратно расправить и засыпать землей. После посадки нужно обильно полить и посыпать их измельченной корой для мульчирования. Наилучшей подкормкой для цветов является торф и перегной. Однако, если почва в месте посадки плодородная, то растение может прожить 2 или 3 года без подкормки. Минеральные удобрения для хосты почти не нужны. Если используются жидкие удобрения, то подкормку делают каждые 2 недели, начиная с середины июля. Необходимо обильно поливать это растение. Если ему будет не хватать влаги, это будет видно по потемнению кончиков листьев. Хоста волнистая медиовая риегота при поливе нужно следить за тем, чтобы вода не попадала на кончики листьев, из-за этого они могут портиться. Струя не была бы слишком сильной, это может привести к уплотнению почвы рядом с растением. Полив производился ранним утром. Для этого растения опасно заражение грибковым заболеванием филостикозом. Хосту также необходимо оберегать от насекомых вредителей. Если на растения напалось слизней, для борьбы с ними можно применить народный метод. При этом вокруг больного растения расставляют емкости с пивом, слизни, привлеченные запахом, покидают хосту. Затем их собирают и уничтожают. При нападении гусениц или кузнечиков для защиты потребуются специализированные химические средства. Покупка растения. Приобрести саженцы хосты можно в специализированном магазине. При этом нужно уметь выбрать наиболее здоровое растение, нужно присмотреться к корневой системе саженца. Она должна выглядеть сильной и здоровой. Листовые почки у саженцев должны быть хорошо выраженными, развитыми. Если листья уже развернулись, делать покупку не рекомендуется. В этом случае корневая система будет ослаблена, после посадки в почву она будет развиваться замедленно. Медиовые риготы растения, которые продают в горшочках, покупать в качестве саженцев не рекомендуется. Хотя, глядя на них, можно увидеть, какая расцветка будет у растения, тем не менее, прижиться на новом месте им будет трудно. После покупки нужно создать условия саженцам, чтобы они хорошо сохранились до посадки в грунт. Для этого их необходимо поместить в темное прохладное место. Если во время хранения образовалась гниль, ее необходимо удалить, место отреза рекомендуется смазать зеленкой. Перед высадкой корни растения обрабатывают слабым раствором арганцовки. Растение разрешается высаживать в грунт, как осенью, так и весной. Если выбрать первый вариант, то это нужно сделать в самом начале осени. Лучше всего подойдет время в конце августа и начале сентября. При этом у саженца будет время прижиться на новом месте. В том случае, когда для посадки выбрана весна, рекомендуется подождать, пока пройдут заморозки, и вскоре после этого высаживать растения в грунт. Преимущества и недостатки сорта Главными достоинствами этого сорта являются красивый и оригинальный вид, неприхотливость, морозостойкость, хорошо переносит жару. Устойчивость к болезням и вредителям. Явных недостатков не обнаружено. Хостомидиова Риегота является прекрасным украшением сада и при этом не требует дополнительного ухода. 0.0 Волт Артикл Ратинг